Всем привет! Продолжим. Открываем наш проект. И первое, что мы увидим в проекте, это пустой визакс. И часто это вызывает такую реакцию, что все пропало, в проекте ничего нет, я работал, а ничего не сохранилось. Ошибка начинающего. То, что в визаксе ничего нет, не означает, что в проекте ничего нет. Проект это у нас папочка на диске. Директория. какая-нибудь, где все хранится. Посмотреть на нее можно, перейдя в окошко парадник проекта. Вот у нас здесь, что лежит. Папочка Sections, где будут храниться разрезы. Файлики с типами каркасов. Здесь вот внизу тип каркаса, который мы создали. Рамка и горизонтали стринги, которые мы создавали. Наша картинка. Файлики расширений. Для нашей картинки все на месте. В проводнике проекта все есть. Кроме того, в окошке формы визакса, что мы можем найти? У нас тут есть сохраненные формочки каркасов. две штучки мы сохраняли. Горизонтальки и рамки. Форма рамки в стрингах. И вообще у нас есть сохраненный вид. Сохраненный вид. Два раза по нему щелкаем. У нас подбросляется сразу набор того, что мы хотели сохранить. В этом сохраненном виде у нас топовая поверхность, обрезанная по рамочке. Картинка наша. И для дальнейшего мне понадобится пока что только одна картинка. Вот у нас есть выход пласта. Кроме горизонталек. В прошлом видео мы определяли элементы залегания. Я их не запомнил, не записал. Стратеза гипса сохранил. Никогда так не делайте. Что-то создали, сохраните. Что-то там намерили, запишите. Ну да мы сейчас быстренько все перемеряем. Стратеза гипса. Это будут линии. Всякие разные линии. Рисуем инструментом стринги. Находим вкладочку стринги. Группу инструментов создать. Новый стринг. Либо клавиша N. Новый стринг, так как активного слоя никакого не было, он нам предлагает создать новый стринг. Ок. Стратеза гипса. Линия пласта соединяющей точки с одинаковыми сотными отметками. Мы находим, где у нас 40-ая горизонталька пересекается с выходом пласта в одном месте. и где она пересекается с этим же выходом пласта во втором месте. Вот у нас кусочек страты из-за гипса на отметке 40. Чтобы прекратить рисовать стринг, я нажал правой кнопкой мыши. Двойной клик по объекту открывает окошко свойств. Я стринг сделаю поярче, потолще. и сразу же подпишу, что это кровля. Чтобы убедиться, господа студенты, что вы понимаете, что это действительно кровля, они просто повторяйте за мою задачку с вами решим на бумаге. Вот чудесная мне пришла мысль. Так, что я дальше делаю? Дальше у меня кусочек страта из-за гипса. Мне нужно ее продлить, чтобы она занимала весь рисуночек. Правой кнопкой мыши в конечную точку нажал, нашел продолжить. И, чтобы продолжить ровно в створе, я зажал клавишу Ctrl и до рамочки довел. Правой кнопкой мыши стринг прекратился рисоваться. Левая точка крайняя, щелкнул правой кнопкой мыши продолжить. Так, я не попал ровно в точку. По точке нажал продолжить. Дело в том, что у стринга есть, ну, как бы начальная и конечная точка. Если щелкнуть неровно по точке, а просто по стрингу и нажать продолжить, то стринг продолжается с конечной точки. А если в какую-то конкретную точку щелкнуть, он продолжится именно с нее, с этого конца. Вот у меня есть стратегия гипса, нарисованная во всю ширину моей рамочки. Что еще? У меня здесь точки остались изначальные. Я их удалю. Мне эти промежуточные точки будут в дальнейшем мешать. Вот у меня их нет. Проверяю, что я что? в свойствах не прописал, что это сороковая отметка. 40 кровля. У меня есть 40 кровля. Для определения элементов залегания нам требуется еще одна стратегия гипса того же самого выхода пласта кровли, но на другой отметке. Вот у меня это на 40. Я делаю копию стринга. Чтобы сделать копию стринга, я его схватил левой кнопкой мыши, зажал control, потащил в нужное место, где у меня 50-я горизонталька например пресекается с выходом пласта и отпустил. Вот у меня получается копия линии. Копия линии, захожу в ее свойства, меняю отметку на 50. Вот теперь у меня есть 40-я страта загиб кровли и 50-я страта гипса тоже кровли. Между ними я могу померить элементы залегания. Нахожу инструмент измерения, горячая клавиша M, ставлю режим привязки к объекту, меняю режим привязки к объекту, привязаться перпендикулярно и мерю азимут падения и угол падения. Я померил от выше расположенной страта гипса до ниже расположенной страта гипса сверху вниз. Что я намерил, что азимут сегмента 359,47 и наклон сегмента минус 46,78 так как наши все эти построения так примерные, в другом месте чуть-чуть другое получилось бы. Давайте мы округлим азимут 0, угол 47 0,47 запомнили эти измерения лучше всего куда-нибудь их записать самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Далее мне понадобится страта за гипса подошвы возьму страта за гипсу в кровлю на отметке 40 и сделаю ее копию вот у меня 40 и здесь 40 уже для подошвы захожу свойства пишу стринге подошва немножко перетаскивал сбился можно выделить и стрелочками на клавиатуре подвинуть подвинул аккуратненько и что еще сделаю раз у меня теперь есть в стринге запись подошва и кровли можно их раскрасить эти страты за гипсы в зависимости от того к подошве не относятся или к кровли захожу редактировать форму перехожу на вкладку просмотр нахожу цветовую кодировку поле цвета выбираю стринг набор цветов правой кнопкой мыши щелкнул открывается редактор текстовых набора цветов нашел кнопку присвоить нажал ок и вот она подошва и кровля с левой стороны мне нужно в правую часть перекинуть вот этой двойной стрелкой пользуемся нажимаем ок подошва и кровля на месте чтобы цвета не выдумывать нажал правой кнопкой мыши выбрал заливка с случайными цветами и понравилось сделал второй раз третий раз да что такое желто-фиолетовая заливка мне что-то не нравится вообще он обычно меняет когда его несколько раз протишь он случайные цвета меняет случайным образом сохранить как нажали чтобы сохранить наш набор цветов назвали его кровля подошва не замысловато сохранить закрыть окей то еще я сделаю я сохраню файлик это это у меня страта из гипса страта из гипса окей а вот эту страту гипсину она хоть мне была нужна для построения я я просто удалю чтобы не мешалось при дальнейших построениях сохраню файлик сохраню формочку вот имеется далее мне нужно сразу несколько страта гипс пласта для того чтобы получить копии этих страта гипс я их выделяю обе нажимаю копировать переместить горячая клавиша d и выбираю в этот раз вариант перемещения по азимуту наклону и расстоянию азимут мы намерили 0 наклон минус 47 градусов минус 47 в макромании этот минус означает что мы идем под линию горизонта и расстояние расстояние от 200 почему 200 у нас протяженность по простиранию известная замеренная наблюденная это 200 метров сколько по простиранию мы видим наш пласт столько можно предполагать его и протяженность по падению ставим копировать не изменяем размер и нажимаем окей тринги скопировались вот они скопировались они по падению нам требуется аналогичную операцию провести для копирования по восстанию выделяем пару изначальных стрингов нажали клавишу d меняем расстояние на минус 200 минус если мы работаем с расстоянием означает что это расстояние в противоположную сторону поэтому сработает как копирование по восстанию нажали окей и вот она пара стрингов скопировалась по восстанию дело с малым находим вкладку каркас находим группу инструментов построить каркас выбираем создать оставляем алгоритм по умолчанию нас спрашивают новый каркас да новый каркас и мы аккуратненько последовательно соединяем кровлю верхнюю с кровлей нижней которая скопирована вниз подошва нижняя подошва верхняя и смыкаем круг вуаля вот у нас каркас пласта получился каркас пласта получился без дна и покрышки чтобы закрыть эти грани находим в группе инструментов построить каркас кнопочку закрыть незамкнутые срезы нажали каркас закрылся мы его проверяем клавишу клавишу дает нам результаты проверки у нас ошибки по нулям нас это полностью устраивает созданный каркас не содержит ошибок можно его смело сохранять правой кнопкой мыши нажали в просмотре слов физикса сохранить нам предлагают тип топа нет топа это было для топа поверхностей мы давайте создадим новый правой кнопкой мыши нажали создать тип назовем его пласт это будет пласт начальный начальный пласт почему начальный сейчас все поймем начальный пласт сохранили сохранили как формочку и смотрим что у нас получилось вместе с топографией рельефа создание каркаса я отключу кнопку и вот у нас пожалуйста наш каркас пласта пересекается с нашей топоповерхностью не идеально но линия выхода здесь мы ее немножко не достали здесь зашли санью здесь опять-таки где-то ну не будем обращать внимание на погрешное построение тут и рельеф у нас если помните тоже немножко такой не идеальный вот здесь только для знающих для понимающих структурную геологию вот здесь вот расхождение у него есть совершенно очевидная совершенно очевидная причина кто ее видит пожалуйста напишите похвастайтесь структурным своим видением почему здесь такое большое расхождение выхода пласта нарисованного на картинке и какой у нас получился почему мы назвали наш пласт начальный потому что он торчит из рельефа вот эта часть выше рельефа она уже эродирована надо ее обрезать нет ничего проще находим вкладочку каркас и группу инструментов пересечения нажали пересечения и выбираем операцию название операции в принципе понятны особенно если помнить что solid это замкнутый каркас поверхность не замкнутый каркас и мы находим вариант solid под поверхностью если все таки из названия не совсем понятно что получается смотрим на вот эти вот картиночки синенький это каркас а красненький каркас б соответственно одна из них поверхность второй solid и вот желтенький это результат ну и все остается выбрать каркасы каркас а это у нас наша топа поверхность и я выберу топа рельеф не рельеф рамки а просто рельеф каркас б это наш пласт начальный каркас на выходе то что получится желтенькое тип также будет пласт префикс почему префикс а не просто имя каркаса дело в том что каркасов б может быть достиг добавлено много и поэтому он спрашивает как бы префикс конкретное имя так как у нас тут один префикс по сути это есть имя обрезанный пласт очистить автозагрузка галочки запустить процесс прошел каркас создана одна штука окей формочку можно сохранить и нужно сохранить формочку надо сохранить заодно обращаю ваше внимание что формы это не только визуальная настройка объектов визоксе формы это процессы можно сохранить какой-то процесс чтобы потом в диалоговом окошке этого процесса заново не заполнить ничего это раз и два мы сейчас только учимся работать в программе но вообще программа создана для чего для подсчета запасов а это операция серьезная и надо все свои действия протоколировать вот мы зафиксировали как же у нас получился пласт обрезанный закрыли диалоговое окошко пласт начальный отключили траты за гипс тоже отключали чтобы ничего не мешалось и вот вуаля это вот синенькое бликующее это пересечение пласта вернее выход его на поверхность рельефа и вот он здесь снизу пожалуйста весь на месте ну видно что в принципе пересекается у нас практически так же как и на картинке вот здесь большое расхождение причину которого я попросил найти всякие вот эти мелкие расхождения это как бы наши погрешности измерений строений можно наверное сделать подочнее наверняка можно сделать подочнее так примечание почему я использовал для пересечения вот этот каркас который еще не обрезан по рамочке дело в том что в процессе пересечения что нам важно нам важно чтобы каркас который обрезается был обязательно меньше в плане при просмотре в плане чем каркас которым обрезают вот здесь например хорошо видно что наш этот зелененький пласт он чуть-чуть чуть-чуть но выступает за рельеф и вот этот маленький кусочек программа просто не знает как ей обсчитать процесс пересечения везде по всему периметру то чем пересекает должно быть больше того что пересекают в данном случае я сделал совершенно правильно я выбрал вот этот рельеф цемпл рельефа потому что он заведомо больше чем каркас который я хочу обрезать немножко наведем порядок в том что у нас получилось пласт обрезанный мы его сохраним как формочку пласт начальный мы его удалим удалим как форму он от этого не удалился страцегипсы мы там правили правили копировали сохраним изменения в них и все более нам пока что ничего не требуется какие возникают вопросы во первых можно ли сделать все это как-нибудь по-другому запросто в программе макромайт практически всегда можно сделать каким-нибудь альтернативным способом во первых плоскость можно построить всего по одной точке допустим у нас геолог ходил маршрутом так вот как он прошел здесь поставил точку здесь поставил точку вот и мы давайте найдем во вкладочке стринги инструмент новые точки и включив привязку поставим вот он здесь что-то пронаблюдал и здесь ну как что-то здесь он пронаблюдал выход кровли здесь выход подошвы появилась формочка без имени без имени дат мы ее сохраним точки наблюдения но это я тут в общем репетировал поэтому у меня написано точки наблюдения окей да точки чтобы было лучше видно зайдем в редактирование формы вкладочка точки использовать символы символ поставим почему там элемент залегания замерил что-нибудь похожее на компас компас побольше сразу поставим окей окей страты за гипсой каркас я отключу и оставлю картиночку вот у меня картиночка вот у меня точки наблюдения через свойства просто можно поменять вот еще побольше в точках так же как в файлике стрингах есть специальное оставленное для всяких записей поле здесь есть поле код стрингах есть поле стринг в точках есть поле код и можем что записать например так же что вот эта точка подошва а эта точка у нас кругля изменения сохранили нажав control control s далее что мы делаем идем вкладку все кцмп находим группу создания цмп создать плоскость по точкам создать плоскость по точкам и нам что предлагать деловом окошке создать используя например одну точку файл точек файл точек у нас точки наблюдения указали координаты и падение ведь я щелкаю и здесь нельзя выбрать поле то есть падение если мы пользуемся вот этим инструментом оно не для каждой точки а вообще ну как бы сразу для всего падение у нас было 47 а направление падения 0 здесь обратите внимание я записываю падение без минуса так вот в макрамане чудесно устроено что где-то у них с минусом где-то без в общем это такой недостаток где-то у них надо минус указывать где-то не надо минус указывать нехорошо с их стороны это нехорошо но всегда можно что указать посмотреть что получилось если получилось не то что нужно перестроить падение 47 направление падения 0 направление падения то есть определение по полигонам мы давайте поставим что нашу рамочку чтобы программа не строила куда-то в бесконечность наш цмп и на выводе на выводе мы создадим давайте не будем создавать на выводе создадим дтм и напишем сюда что мы должны по порядку сделать сначала кровлю а потом подошву а точки у нас одна кровля а вторая подошва поэтому надо что сделать вернуться на вкладку ввод и воспользоваться фильтром ставим галочку фильтр правой кнопкой мыши в окошко фильтра открывается диалоговое окошко где нужно указать имя поля код и оператор стоит равно и какое значение допустим мы сначала построим кровлю фильтрики надо сохранять мы его так и сохраним кровля проверим что фильтр настроен правильно по файлику точки наблюдения правой кнопкой мыши нажали выбрали просмотреть и да вот кровля осталась светленькая подошва затененная строчка которая затенена она не будет использоваться закрыли сохранили закрыли на вывод прошли автозагрузка стоит кровля какая у нас будет кровля допустим оранжевая запустили запустили вот у нас что получилось вернул я деловое окошко чтобы не выходить из него и вот у меня через точку наблюдения проходит маяц мп кровля жал escape развернул деловое окошко перешел на вкладку ввод фильтр надо поменять правой кнопкой мыши по единице нажал правка код равно кровля можно просто взять и поменять на подошву можно было что делать обратить внимание здесь вот такая хитрая галка обратный фильтр но она очень хитра пользуйтесь их аккуратно ее можно забыть что она у вас поставлена всегда что делать проверяйте как сработал фильтр правой кнопкой мыши по файлику нажали просмотреть смотрим какая строчка затенена кровля затенена все сработало отлично сохранили как подошва окей сохранили закрыли на вывод перешли написали что это теперь у нас подошва подошва будет допустим синенькая запустили вот у меня через соседнюю точку прошла подошва закрыли вуаля есть подошва есть кровля все прекрасно как же мне теперь сделать из них пласт чтобы сделать из них пласт переходим в окошко поиска сверху есть маленькая такая строка поиск и пишем поверхность программа нам выдает всякую всякие разные инструменты работы с поверхностью создать поверхность и находим поверхность в солид если непонятно что делает инструмент вы наводите курсор на него задерживаете курсор и программа выдает вам подсказку использование верхней и нижней поверхностей для создания закнутого каркаса вот у нас есть кровля верхняя и подошва то есть нижняя поверхности нажали нажали указали верхнюю поверхность дтм кровля нижнюю поверхность дтм дошва ограничения по полигонам не будем ничего ставить вывод солида вывод солида это что у нас пласт пишем что он был из цмп что он был из цмп кровли и подошвы ставим галочки проверить автозагрузка цвет какой-нибудь более дружелюбный запустить запустить программа еще сразу проверила его окей сказал что все с ним хорошо закрыли ну вот у нас что эффект достигнут точно такой же у нас получился каркас рельефа ой каркас рельефа каркас пласта пересекающий рельеф там же где и каркас которым построили пастраты за гипсом тут вот эти блики идут блики идут от того что у меня одновременно включены еще цмп поверхности кровли и подошвы вот вот так например можно было сделать то что настроили тут удалим 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 а точки наблюдения оставим допустим у нас элементы залегания меняются и нам нужно построить поверхность и нам нужно построить какую-то поверхность у которой элементы залегания немножко изменяются она такая подсмятая в складочку если мы посмотрим вообще наша топоповерстность вот в этой части немножко страты за гипсы здесь пойдут вот так отлично от тех которые мы нарисовали для восточной части мы давайте тут измерим элементы залегания страты за гипсы я сделал активным слоем нажимаем клавишу N чтобы рисовать новый стринг инструмент привязка отключаю стоит сверху и нарисую 20 страты за гипсу не видно потому что она не видно а ее не видно потому что обратите внимание у нас стоит разрез или превышение минус 6,2 метра вот она нарисована окошко сход для нее открыто просто она под картинкой ее было не видно нарисовали это 20 20 только это не подошва а кровля и нарисуем такую же в плане что это кровля но для чего для 10 10 пошла 20 30 10 10 10 10 здесь опять-таки ее не видно я не поменял разрез либо превышение 10 метров на всякий случай вот да я пока не видел что рисую нарисовал лишнее удалим эту точечку вот у меня нарисованы две страты из-за гипса я одну из них продлю зажал клавишу контур чтобы продлевалась в створе вот даже они у меня видите немножко такие не друг другу не параллельны ну вот это будет 20 это будет проверю 10 насчет сразу же да вот этого инструмента превышения вот когда стоите в плане вот это минус 6 метров можете сами все задать и рисовать на какой-то отметке а то здесь у меня бить получилось нехорошо я рисовал под картинкой и не видел что рисую нарисовал стрессы гипсы 20 и 10 и замеряю элементы залегания включил инструмент измерить привязка от верхней к нижней изменив режим привязки на перпендикулярно и вот у меня что в этом месте у меня азимус субмента 6,4 и наклон минус 50,5 включаю точки наблюдения делаю активным слоем и где допустим наблюдал такие элементы залегания поставлю точку ну допустим вот здесь она у меня вот но мне же нужно куда-то информацию записать то есть вот у меня есть отметка x y z да это прекрасно написано что это кровля но мне куда-то нужно записать у нас видите тут просто на просто нет поля куда бы можно было ее внести значит это поле надо создать для этого мы открываем файлик ввода пара-кнув мыши щелкнул по объекту открыть файл ввода открывается наш файлик файлик одновременно открылась и вкладочка редактор файлов обратите внимание что вы можете с этого вкладки уйти она у вас когда файл открыт всегда самая правая редактор файлов и в редакторе файлов находите кнопочку изменить структуру горячая клавиша файлов нажали изменить структуру открывается диалоговое окошко где мы видим название полей тех же самых но теперь эти поля расположены в строчку и можно эти поля что можно менять местами при желании можно их переименовать можно их удалить можно добавить новые я ставлю курсор последнюю строку нажимая enter добавляется новая строка я туда забиваю название строки что у нас допустим точка наблюдения и самое главное что у нас там геолог замерил это азимут он замерил и угол замерил кроме того что мы придумали название полям надо выбрать тип поля сообразно данным которые будут там храниться типов в макромайне предусмотрено много давайте сейчас не будем застрять на этом внимание скажем что если вам нужно работать чисто с текстом даже если вы туда обвиваете числа все равно хотите чтобы это обработалось как текст то выбирайте символьный тип для символьного типа надо указать ширину ячейки то есть сколько знаков с учетом пробелов запятых и всего прочего вымещается в ячейку максимум 255 например здесь небольшой еще нюанс если вы будете печатать на кириллице за кириллиц с помощью один знак ширины ну у нас что точка наблюдения там 1 2 3 будет два знака нам хватит с головой другие данные если вас интересует если ваши данные будут чисто цифровые тогда выбирайте бинарные числа и выбирайте по умолчанию не задумываясь вещественные бинарные числа как вы догадались это числа записанные в ноликах и единичках это требуется чтобы программа быстрее обсчитывала ваши файлики если мы ставим вещественный тип тогда у нас стоит вопрос о том сколько мы будем показывать знаков после запятой не сколько программы их будет обсчитывать программа их будет всегда обсчитывать 15 штук после запятой программа просто просит нас указать сколько знаков она выводит в ячейке входит ноль ширина также забита тем что мы указали вот это вещественное поле самый хитрый тип это числовой числовой тип если туда забиты цифры и числа он обрабатывает их как цифровые данные если встречает текстовую информацию либо какие-то специальные символы он по специально прописанным правилам так называемым числовым информациям их тоже как-то обработает ну и в числовом поле нам нужно указать как и для символов на ширину и количество знаков после запятой если будете работать числовым типом поля учтите что в ширину надо еще добавить десятичный разделитель так ну я не буду ставить числовое поле у меня вещественное выделил вещественное выше ctrl-r нажал для копирования ctrl-r окей подтвердить изменения да теперь теперь в азимут я могу что-то указать я уже снова забыл 6.5 6.5 и 50.5 50.5 и сюда я укажу 0 и 47 первая точка наблюдения вторая точка наблюдения как-то он так странно шел своим маршрутом информацию для каждой точки ввели сохранили файлик файлик сохранен и переходим на вкладочку условное вкладку условное моделирование содержит инструменты для построения так называемых условных моделей с помощью радиальных базисных функций в общем не пугайтесь мы здесь всего на все зайдем в инструмент разлом который создает поверхности разлома не надо обращать внимание на то что называется этот разлом он создает поверхность на основании 3d точек выбрали разлом на вводе указан наш файлик точки наблюдения и указываем координаты и угол падения угол азимут падения азимут также надо поставить фильтр зашел какой для кроли мы сейчас рассмотрим только кролю опции подправим гранички можно автоматически рассчитать сетку но автоматическая рассчитанная сетка она базируется на исходных данных то есть вот он вот в этом пространстве от точки до точки и построит нам наше разрывное нарушение Мы нажмем кнопку «Править границы», появляется такой синий параллелепипед. Этот параллелепипед мы растянем до каких пределов? Вот как наши стратозагипсы идут, так мы и параллелепипед наш растянем. Посмотрим сбоку. Вот в пределах данного параллелепипеда и сформируется наша поверхность. Указали. Натяжение, разрешение модели, не будем пока про это. Вывод. На вкладчике «Вывод». Мы должны создать каркас. Каркас у нас будет какой? Это у нас будет ДТМ. Кровля. Условное моделирование, разлом. Автозагрузка. Цвет. Запустить. Вот он мне создал поверхность, которая прошла через указанные точки. Одна точка, вторая точка. И вы можете сказать, что ничего тут как бы не изменилось. Дело в том, что оно не сильно заметно. Но давайте мы что сделаем? Я раскрашу этот каркас по углу падения. Переходим в «Редактировать форму». Открывается деловое окошко. Переходим в «Просмотр». 3D цветовая котировка. Атрибут по граням каркаса. Истинное падение. Набор цветов числовой. Про кнопку мыши щелкаем. Выбираем. Присвоить. Нас просят, на сколько диапазонов мы хотим разбить. Допустим, на 20 штучек. Окей. И остается выбрать какую-нибудь палитру. Например, вот. Псевдоколор. Циферка в скобках означает количество цветов, которые в этой палитре есть. Выбрали. Сохранили как угол падения кровли. Окей. Сохранить, закрыть. Применить. Окей. Вот видно, что у нас в точках, где у нас есть замер элементов залегания, наша кровля испытывает там изгиб. Можно вывести легенду цветов. Здесь покруче. Здесь поплавней. И между ними оно сглаживается. Если у вас более сложная задачка, чем просто средствами горной геометрии построить. А у вас есть замеры. Вам нужно искривленную поверхность строить. Вот есть условное моделирование. Разлом. В данной сдаче это все от лукавого. Просто я хотел показать, что в макромайне есть пути решения разные. Одной и той же проблемы. Остановимся на нашем первом варианте построения. Это все я удаляю. Оно не так нам сейчас интересно. Оно не так нам сейчас интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok